Всем привет! Давайте продолжим изучать, как дальше подготовить модель к 3D-печати, чтобы сэкономить, допустим, материал. Есть такая функция. Сейчас мы берем куб. Я на примере куба покажу. Жмем Make Polymesh. Потом делаем Dynamesh. Эзолюцию ставим нормальную. Вот такой куб у нас получился. И, допустим, нам нужно сделать выборку внутренней полости, чтобы материала меньше ушло. Теперь мы нажимаем на Brush. Выбираем любую Insert Cube. Можно выбрать. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Зажимаем Alt. Вот такой куб у нас получился. И теперь мы его с помощью Morph вот так вот откорректировали, как нам надо. Вот здесь, допустим, будет у нас пустота. Давайте выровняем. На граф перейдем. И вот в Dynamesh есть такая вот шкала Crack Shell. Вот здесь ставится толщина стенок. Вот, допустим, можно поставить 8. Теперь мы снимаем наше выделение и жмем Crack Shell. Ждем. Вот у нас выбрала внутреннюю часть. И толщина стенок у нас, вы видите, одинаковая. Нигде ничего не пересекается. Давайте посмотрим вот так. Вот у нас выбрана пустота. Если она будет внизу, допустим, вот видно не будет, сверху ничего нет. А материала сэкономлено уже прям хорошо. Опять же, на маленькие фигурки 7-10 сантиметров этого смысла делать нет. Это есть, если вы печатаете большую модель с разных частей. И чтобы удешевить ее, сделать ее немного, ну как, полегче. И материала меньше потратить. Вот такой функцией пользуйтесь. Не в каждой модели, конечно, можно выбрать, если там тут две ноги. В остальном в прямых моделях, с юбкой там возможно. Сейчас я вам покажу пример. Вот такая модель у нас была в прошлый раз. Вы видите, что тут вот ноги у нее не цельные идут. Можно было, если бы цельная она была, вот без самих ног, то можно вот здесь в центре было бы выбрать. И она внутри бы все выбрала. Была бы такая пустотелая у нас модель. Экономная. Вот так. И вот так она будет пустотелая выглядеть внутри. Вот. Все будет распечатываться. Все будет нормально. Пользуйтесь такой фишкой. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok